Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Хусеппе де Рибера, прозванный Спаниолетто. Святая Агнеса, испано-неаполитанская школа. Рибера, испанец по происхождению и по школе, может быть, однако, причислен к итальянским живописцам, ввиду его деятельности в Италии и влияния, оказанной на неаполитанскую школу. Но и он, в свою очередь, подвергся влиянию итальянцев, в особенности Тициана и Каренджа. Прибыв в Италию, молодым человеком он провел большую часть своей жизни в Неаполе, откуда предпринимал поездки в Рим и на север Пенинского полуострова для изучения знаменитых мастеров. Он был отличный знаток анатомии и очень искусный техник. Тем не менее, его произведения не нравятся большинству публики. Грубые, нередко безобразные фигуры Риберы, его иногда ужасающая композиция, его черные тени, его тяжелый колорит отталкивают от него парафанов в искусстве и мешают видеть некоторые выдающиеся достоинства его картин. Но одна из них принадлежит к числу наиболее популярных произведений живописи, собранных в Дрэндонской галерее. Эта картина изображает молодую, коленопреклонную женщину, которую прежде принимали за святую Марию Египетскую. Красота и грация, соединенные с целомудренностью, сообщают этой фигуре необычайное очарование. Но содержание картины лишь недавно получило надлежащее толкование. По длинным волосам, закрывающим ноготу молодой женщины, полагали, что это Мария Египетская. Но этому предположению противоречит, ну, юный, почти детский возраст изображенный, а также раскрытая перед ней могила. Святая Мария, как известно, умерла в пустыне, где по преданию сострадательный лев зарыл в землю ее тело. Поэтому перед нами на картине скорее святая Агнеса, знатная риблинка, отказавшаяся вступать в брак с язычником и в наказание за то, посаженная ногою в цистерну. Но с нею совершилось чудо. Волосы на ее в голове выросли столь густые и длинные, что облекли ее как мантии. Ее окружило такое сияние, что никто не посмел прикоснуться к ней. Ну, вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественная репродукция и фотогравюры Бодейк-Напа. Переводы дополнений под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok